Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймли, и сегодня мы с вами будем кушать мороженое танго. Мы будем с вами танцевать танго и еще немножко похрустывать. Шучу. Это просто за кадром осталось пару штук. Очень вкусные. Сегодня проснулась от того, что был ужасный ветер на улице. Такое ощущение, что ураган. У меня сегодня столько планов было. Не знаю, отменять или нет, я ненавижу ветер. Особенно как в Баку. Это не просто такой ветерочек, ты просто выходишь на улицу и можешь улететь, распрощаться с жизнью. Какое вкусное мороженое. Я еще здесь вот порезала нектарин. С минуты на минуту должна приехать тетя. Она часто посещает бабушку. Здесь у меня как раз записано на лазерную эпиляцию. Тетя придет, посидит с бабушкой, я как раз схожу на лазер. Чтобы не оставлять бабушку одну. Привет, Айка. Как ты считаешь, ты сложный человек в общении? И вообще по каким параметрам ты судишь? В последнее время минимум прям конфликтное. Я не развожу балаган. Я очень хорошо лажу с бабушкой. Да и вообще. Со своим окружением. Но так было не всегда. В последнее время я стала более такая спокойная, жизнерадостная. Вообще не нервничаю по мелочам. И это очень круто. Я считаю, что со мной очень легко найти общий язык. Мне кажется, так скажет любой человек. Я очень простой в общении, очень милый, белый, пушистый человечек. Все ответят так. Ну, вы знаете, первое впечатление о человеке и вообще впечатление о человеке, не зная, что внутри него, иногда бывает обманчивое. У меня была одногруппница, и она тоже, видимо, смотрит Дом 2. И когда ты подписан на человека, его комментарии у тебя высвечиваются наверху. И, в общем, одну девушку с ребенком выгнали с Дома 2. Не прям выгнали, она сама решила уйти, потому что ее там обижали. Обижали. В общем, она поругалась с руководством и ушла. И мы, получается, с моей одногруппницей подписаны на один и тот же паблик. И тут она там пишет огромные комментарии, что вот как хорошо, что теперь тебя не будет на проекте. Кормушка закрылась, бесплатная колбаса в пролете. Куча оскорблений со своего аккаунта. А я всегда смотрела на нее. Мне казалось, девочка, еще божий одуванчик. Настолько милая. И я отписалась от нее. Если человек настолько завистливый, настолько гнилой по отношению к человеку, которого она даже не знает, я представляю, насколько она завидует мне, моим подругам и так далее. То есть ее так возмущало, что бесплатная кормушка вам там платят деньги, жрете бесплатную колбасу. Иди, говорит, торговать на рынок. Тебе место там. Короче, куча оскорблений. Я просто была в шоке над тем, что насколько плохо я ее знаю. Большинство людей пишут гнилые комментарии с левых аккаунтов. Обычно у нас так принято. А это прям со своего наяривает, оскорбляет человека, которого он даже не знает. Короче, не любим таких людей. Поэтому с человеком нужно долгое время общаться и видеть его в разных ситуациях, чтобы сделать полноценный вывод. Все, первый закончился. А просто так рассуждать, что у меня простой характер, а, например, у кого-то сложный, не поймешь. Это не значит, что я просто сужу по человеку только по комментариям. Ну, это тоже характеризует. Вчера выложила видео, ну, типа, тиктока, да, да, челлендж. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе. И все комментарии положительные. И одна девочка пишет. А вы плохие комментарии удаляете? Я ей отвечаю, что нет, я просто блокирую подобных людей. То есть суть того, что у меня закрытый аккаунт, как раз-таки заключается в том, что мимо проходящие люди, которые просто хотят оскорбить или как-то вылить свой негатив, чтобы они меня не касались. Вы не имеете права, говорит, блокировать людей, которые пишут вам гадости. Это их мнение. У меня такие глаза по 5 рублей. В смысле не имею права? Это моя страница, которую создала я, где я публикую свои фотографии. Видимо, человек просто хотел какую-то поддержку, написать что-то негативное, чтобы ее поддержали. Но по факту видят, что ее там никто не поддержит. Наоборот, все осудят, что почему ты льешь говно. И она решила вот так вот выразиться. Поэтому я закрываю аккаунт. И просто не принимаю какие-то фейковые страницы. Могу, конечно, где-то не заметить там. Но в основном, когда я вижу там аккаунт, называется QWERTY123. Ноль подписок, ноль фотографий, подписано, например, на 10 человек. Чисто просто создали, чтобы оскорблять других людей. Таких, конечно, я блокирую или вообще не добавляю. Зачем портить себе настроение? Зачем убивать мотивацию? Я, например, никогда не писал ни одному блогеру плохого комментария. Есть люди, которые меня раздражают. Но идти лить в грязь. Зачем? Или иногда, например, вижу девочек, обычно дети. Пишут. Айка, я тебя так обожаю. Тра-ля-ля. Через 3-4 дня. Фу, я тебя ненавижу. Ты мне даже не ответил. Дура тупая. Я не ответила. Все, я плохой человек. Очень вкусно. Прям вкуснотища. Водичка даже не понадобилась. Я сейчас снимаю на другую флешку, которая у меня есть. И вот здесь вообще проблем нет. Оказывается, дело было во флешке. Оригинальная флешка от Samsung глючит больше, чем китайская, которую купила за 3 рубля. Я вам в инстаграме показывала. Причем купила флешку за 5 тысяч. Люди за 10 тысяч телефон покупают. В общем, как-то так, ребята. Было очень вкусно. Лето уже скоро закончится, а мы с вами нормально не поели мороженое. Это нужно исправлять. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.